Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Две свободы никак не пересекаются Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот здесь, получается, ограничение тут абстрактное, в смысле гражданского права. Здесь каждый отдельный гражданин, законами ограниченные, его свободой и законами, они как бы абстрактно по отношению друг к другу соотносятся, в симметричном неком отношении. Здесь, на самом деле, они вступили в более тесные отношения, не только граждане, они, например, любовники, или они там муж и жена, или они там брат и сестра, и так далее. То есть, это вот взаимодействие, да, активное, оно, на самом деле, само имеет еще две стадии. Вот эта вот стадия, когда по взаимному согласию два индивида вступают в такое более тесное взаимоотношение, они образуют вот такую связанную пару. А есть еще одно, да, вот это будет А, а еще два Б. И вот это два Б я назвал рисковая этика, да. Рисковая этика состоит в том, что один индивид, как бы, идет на риск по отношению к другому. Сразу возникает здесь вот проблема насилия, да. На каком основании один индивид может идти на риск по отношению к другому? Ну, это значит, что он нарушает свободу тем, что рискует. То есть, мы, на самом деле, вот здесь в состоянии статики находимся, и каждый находит... Что значит, что он рискует-то, как это? Ну, это означает, что он, вот здесь каждый индивид находит... Как захватил какое-то пространство свободы без согласия... Вот здесь каждый индивидид может с собой рисковать, может себя калечить, увечить, там, с парашюта прыгать, да, если он не нарушает собой другую, то что угодно. Да, но есть право, понятно. С собой... А тот, кто может выкидывать его с парашютом, может его увлечь... Нет. Рисковое возникает... Вот, например, допустим, когда осуществляется некое распределение, допустим, вот на бирже. Что происходит на бирже? На бирже есть некоторого рода кусок, единый кусок, просто биржа здесь является метафором, естественно, да? Просто для того, чтобы понять, о чем идет речь. На бирже есть единый кусок некий. Кто-то только выигрывает, он же выигрывает не просто из потолка, он выигрывает за счет того, что кто-то проигрывает. Ну... И когда он, на самом деле, делает некую ставку на то, что акции будут расти, он идет на риск того, что кто-то будет делать ставку на то, что акции будут падать, и он на того другого выигрывает. То есть, понятно. То есть, в риске это, когда один хочет поесть, он отрезает руку другого, и вот не нашли риск. Нет. Риском я называю, когда один бросает вызов другому, а другой его принимает. То есть, в риске возникает, понимаешь, бывает так, что один бросает вызов другому, а другой его не принимает. Когда это насилие? Он просто предлагает ему сыграть в район. Например. Есть взаимоотношения, когда каждый согласен с другими. Они просто объединились в пару. А есть взаимоотношения, когда каждый не согласен с другими. Они перетягивают канату. Но это перетягивание каната происходит тоже по взаимному согласию. То есть, понятно. Они устанавливают прерванные игры. Как два футболиста, да? Как две футбольные команды. Одна выиграет, вторая проиграет. Они говорят, что определенного рода правила. У них есть какие-то договоры. Они будут следовать при всем этом. Да. То есть нельзя играть. То, что они согласны, как каждый рисковать. Это означает, что они работают в рамках такого договора. Так вот эта система риска. Когда каждый согласен рисковать с собой. С учетом того, что и другой будет рисковать. Она точно так же этична. Почему? Потому что она точно так же симметрична. Она точно так же... Это требует, наверное, доказательства маленького. Для этого, чтобы обратиться к доказательствам, давайте посмотрим, какие у нас существуют этики. Вот, допустим, известное золотое правило. Поступать так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению тебя. В данном случае, вот, это правило, если каждый человек как-то действует рискованным образом, допускает, что и другие имеют право так же действовать рискованным образом, он это правило не нарушает. Конечно. То есть, он на самом деле действует рамках золотого права. Только на самом деле система риска точно такая же этическая система, как любая другая. Ну, в системе риска... В чем проблема эта система риска? В системе риска проблема состоит в том, что есть какое-то мягкое насилие. Потому что, на самом деле, происходит... Вот я это рассматривал... Больше привезу не нравится, допустим, биржа. Или там... Или система экономики, как у Марса. Система экономики у Марса – это некая замкнутая система, где есть единый пирог, и его как-то делят. И всякий раз кто-то берет больше, а кто-то берет меньше. Откуда возникает у Марса понятие, что есть эксплуатация? Просто капиталист высваивает труд. Есть некий общий пирог, а капиталист этого пирога берет больше, чем он имеет право взять. То есть, он присваивает труд наемную программу. То есть, здесь... Или система на бирже. Кто-то на бирже выигрывает, кто-то проигрывает. Но мы, как бы, и не берем брокеров. Те, как бы, не берем... Насады всегда выиграют брокера. Которые просто... Играют, и получают... Снимают комиссию. С всех это угодно. Свою комиссию, да. Но, если думаться, как бы... Есть и процент игроков, которые выигрывают. Выигрывающие игроки всегда выигрывают за счет того, что кто-то проигрывает. То есть, вот в этой системе риска присутствует этика. Что любопытно, на самом деле. Любопытно, что вот, если к этой этике... Симметричной этике взять, допустим, и рассмотреть этику Канта. Укладывается ли вот эта симметричная этика, этика и риска в систему Канта? В самом деле, с первого взгляда, кажется, что не укладывается. Почему? Потому что у Канта получается, что несмотря на то, что возведение вот своей максимумы во всеобщий закон, то есть, требование того, чтобы твои действия согласовались с действиями других, она говорит нам о симметричности, но тем не менее, вроде как в этой симметричности вот такая система риска не допускается. Потому что обычно ведь рискует очень малая часть людей, а у Канта ведь идет речь о всеобществе. Никогда не станет на самом деле всеобщим законом, чтобы люди рисковали друг другу. То есть, люди рисковали там своим имуществом. Всегда будет так, что вот консервы в этом обществе всегда консервативны. И всегда вот всеобщая законодательство будет консервативна. И поэтому система риска не может стать всеобщим законодательством. Но это на первый взгляд. На самом деле, если посмотреть, на чем основывает Канта свой категорический императив и свою этику, он основывает ее прежде всего на том, что вот есть некая разумность, да, такая вот абсолютная разумность, которая является единой для всех. И что на самом деле только тогда можно свою максимуму возводить во всеобщее законодательство, ведь речь идет не просто о каком-то законодательстве, там, Пруссии, в которой жил там, Канта. Речь ведь шла не о каком-то историческом данном определенном законодательстве, который может быть совершенно несправедливым, да. Ведь речь идет о законодательстве идеальном. Представим себе, что вот есть идеальное законодательство, с которым равные субъекты соотнесли свои свободы, и вся эта формальная этика взаимотряслась, согласовалась, превратилась в некое идеальное законодательство. И тогда человек должен действовать в соответствии с тем, чтобы его действия соотносились с этим идеальным законодательством. Но это идеальное законодательство возможно только если мы предполагаем, что есть единая разумность для всех, что можно достигнуть такого идеального законодательства. Но как показывает практика, и в том числе и история философии, что такого единого разума нет, и что на самом деле кризисе к какому-то идеальному законодательству невозможно. И если мы убираем возможность возводить нашу максимум идеальное законодательство, то на самом деле получается, что и рисковая этика тоже укладывает с конкурсов этих. Потому что картовская этика превращается просто в симметричную этику. То есть этику взаимоотношения людей в неком симметричном отношении друг к другу. То есть в смысле формальной этики. Что получается здесь? Это правило вот этого, да, как бы рисковая этика. Каждый идет на риск собой и допускает, что и другой может рисковать. С точки зрения этики как это будет выглядеть? Это будет выглядеть тем способом, что если вор считает, что вот он ворует, как бы и допускает, что и другой имеет право воровать, то такая воровская этика будет точно так же, как бы с точки зрения вот этой симметричной этики этичной. И она точно так же будет укладываться в этот золотое правило, поступая так как в категорический оператив укладываться будет. То есть получается, что вот из-за того, что вот нет этого единого разума, да, который позволял бы вот отбросить такие вот варианты, да. Есть много симметричных вариантов взаимоотношения людей, там, как-то есть со стороны того, что мы привыкли называть добром, там, допустим, помогать друг другу. И со стороны того, что мы привыкли называть злом, допустим, воровство, убийство и прочее. Но каким образом мы вторую часть злой отбрасываем? Мы ее отбрасываем на том основании, что вот есть некая единая разумность, да, вот она какая-то, она всегда благо. Да, вот у нас есть некое стационарное единое благо, которое резервируется в Боге, да. Если такого блага нету, если все становится немного релятивистично. Да, все понимают, что ездить по одной стороне дороги и не ездить на красный свет – это в общем благо. Хотя есть некоторые люди, которые полагают, что они могут ездить на красный свет и всем остальным им тоже позволяют. И мы понимаем, что случится, если все пойдут на красный свет. Вопрос состоит. В данном случае нельзя будет, на самом деле. Ты прав. Просто тут еще есть второй момент, состоящий в том, что если я буду действовать как угодно, да, то есть я выберу какую-нибудь любую свою максимум, да. И поскольку, и скажу, что я допускаю, что и другой имеет право точно так же поступать в отношении меня, то тем не менее я как бы буду находиться в этой системе этической, да, справедливой, потому что я же буду в системе симметричной находиться. Да. Но, как бы, я могу встретиться, как в итоге предлагаю, с действительностью, да, а в действительности… А в действительности… Не с действительностью. Дело в том, что в этой ситуации я-то, как говорю, давай я тебя украду, потому что ты тоже у меня сможешь украсть. С этой точки зрения ты находишься в некой ситуации действительно как бы симметричной. Да. Но практика свидетельствует в том, что если я ворую, это не означает, что у меня люди будут воровать, просто они по другому устрою. Нет, просто это, как вот, подожди, это как с партией, понимаешь, вот с партией, допустим, разрешено воровать и наказывают только за то, что если ты попался. То есть, в принципе, как бы, если все друг другу воруют, то будут все подпринимать меры для того, чтобы у него не своровали, там, замки вешать и прочее. Кто умнее, тот окажется их прибылью. Да. Ты считаешь, как и в иной системе, воровать нельзя на самом деле, но почему-то, опять же, оказывается, все почему одни показываются прибыль, а в другом в убытке. Почему? Потому что, например, к системе экономики Маркса, да, потому что одни присваивают друг другим. Нет, это, конечно, речь живет немножко не о том. Понимаешь, так или иначе, распределение, будет ли оно иметь воровской характер или будет ли оно иметь честный характер, всегда будет неравномерное. Да. Потому что оно зависит от многих факторов. Нет, но здесь ситуация другая, потому что важно понимать, что мой контрагент оповещен на моей этической системе. Это очень важно. Ты все пытаешься, вот так, пытаешься рассуждать с точки зрения внешнего. Пока я рассуждаю с точки зрения внутреннего. Вот я удивитель, да, я хочу придерживаться некоторого рода этики. Я могу войти на риск и решить, что на самом деле, пускай, вот я и хочу рисковать, это мое право, мои свободы. Да. И если мой риск затрагивает риск других, то я говорю, что ну и вы тоже можете рисковать. Ну. Правильно? И это справедливо. Или все-таки это не этично на самом деле. Если мой вызов затрагивает других, то я рисковать не имею право. Так что ли получается? Имею я право рисковать или нет? Да. А мы-то откуда-то знаем, что вы так решили? Как мы узнаем про это? То есть вы считаете, что если я решил рисковать и допускаю, что вы имеете право рисковать, то я должен вам это сообщить? Да. У вас должна быть ситуация, что вы находитесь в ситуации некого общественного договора. Какая ситуация? Сначала общественный договор, а потом уже все остальное. То есть как на бирже, да? Люди пришли и приходят на биржу, они заранее знают, что каждый рисковывает имущество, свои имущества. Да, да, да. И пытается заработать имущество другого, но в неком договоре. Вам как общественного договора. А если как происходит, как в анекдоте про Василия Степановича Чапаева и джентльменов, то не так. Там же знаешь, да, что приходит Василий Иванович, из клуба джентльменов выиграл много денег в карты. Петька спрашивает, как это удалось? Да, говорит, я один раз сыграл. У меня там чего-то, а у противника одни тузы. Я ему говорю, ну покажи. Он говорит, у нас, у джентльменов, принято верить друг другу на слово. Тут-то Петька говорит, мне карта-то и пошла. Вот в этом смысле. То есть ты, когда ты приходишь, ты должен понимать, что у тебя противоположная сторона тоже выполняет правила игры, которые ты считаешь необходимыми. То есть она оповещена, по крайней мере, об этом. С волом же не так. Подожди, вот система риска Гура. Вот система риска, например, соревнования, конкуренция на рынке. Да, да, да. Это система риска, но она отличается от воровской этики. Почему она отличается? Потому что ты находишься в рамках некой договоренности. Приходят две команды на футбольное поле, а они примерно знают, как можно же умничать, а как же умничать нельзя. Можно нечаянно сыграть рукой, как говорит рука Бога, говорит Марадон. Так можно, если судья не заметил. Но делать что-то там другое, например, вытыкать человеку глаз, это как бы так нельзя. Система риска, как ты хочешь сказать, что ты обязательно требует от того, чтобы было проговорено, чтобы они не проговорились. То есть у тебя действительно этическая система может быть с риском, она ничем отличается от другой системы. Но она система основана все-таки на общественном договоре. А в первой системе, где каждый замкнут внутрь свое пространство, там договариваться не надо, потому что я не наступаю на свободу друг друга. Такого, наверное, не бывает. Почему бывает? На практике. Как не бывает? Почему? Но каждый зеледелец работает на своем поле. Ну вот, да, разве что-то. Нет. Много очень примеров. Да почему? Каждый живет как бы в своем доме. И тем не менее, насколько они взаимодействуют, у них есть жесткая ситуация табуирования общественного договора. То есть у тебя такая система есть. Вот у тебя есть, у нас в России общественный договор, что все могут воровать. Ну, когда становятся чиновниками. Вымогать, принимать подарки, всякое. Это общественный договор. Все понимают, что, в общем-то, если завтра чиновником буду я, то я буду поступать так же, как там. Какой-нибудь несчастный Шувалов или Евгения Васильева, или Сердюков, или Путин. Точно так же. Им это как бы разрешено. Это общественный договор. Но если это разрешено. А ситуация вора, который делает эту ситуацию принципиально несправедливой, для любого вора есть конкретные пацаны и лохи. То есть ты, как бы, определенный круг людей ты выводишь за арабки. Ну, больно, на самом деле. Как бы резюмирую того, что ты говоришь. Если я иду на риск, я должен объявиться о своем риске, как бы, с тем, чтобы другие действительно могли точно так же воспользоваться этим риском. Да. Нет. Воспользуйся. То есть у тебя... Я говорю, что я буду у вас стрелять. Я даю право, вам тоже у меня стрелять. Ну, это тоже, тоже не совсем так. Потому что ты же понимаешь, что пришел к непротивленцам злу, какие-то функции будут. Ребята, сегодня я с завтрашнего дня начинаю у вас стрелять. Ну, это будет ситуация риска? Не будет. Потому что они тебе ни в коем случае не ответят. Нет, ну, вот, прям, правда, речь идет о войне, допустим. Что объявить войну. Вот я объявляю вам войну. Если они у тебя в ситуации готовы ответить тебе тем же, то да, это будет нормальная ситуация. Нет, ну, хорошо. Война – это глобальная просто. Дуэль, дуэль, дуэль. Я объявляю кому-то, вот вы, как бы, там, вызываю вас на дуэль. Да. Если вы готовы ответить. А если ты вызываешь на дуэль человека, которого слепой, не может стрелять из пистолетов, ну-ка, вызови такого. Я тебя вызываю на дуэль. На пушку. Все правильно. Потому что все твои примеры, они как раз и резюмируют то, что вот эти вот все формальные этики, на самом деле, есть примеры, когда они не работают. И вот эти примеры, когда они не работают. Нет, я… Что тут проблема? Тут проблема в том, что тут, вы видите, мы не говорим ни о каком содержании, только одна форма. Да. Я так хочу сказать, что все-таки… А ты их переходишь к содержанию, и с точки зрения содержания она практикуется. Ситуация все-таки закона или общественного договора, она важна. Очень странно получается, что… В чем здесь ситуация с законом? Тем, что ты устанавливаешь относительно всей нашей ситуации, ну, я отличаю самого себя. И отличаю себя в форме закона. Вот в чем дело. Это удивительно. Что ты отличаешь… Всякий раз, получается, там, где возникает этика, в любом из твоих смыслов там трех, ты всегда получаешь, что ты отличаешь самого себя в форме закона. Вот что интересно. В чему отличаешь? В форме закона. В форме закона. Возможно, джентль встречались в этой ситуации. В Первой мировой войне можно было отравляющие вещества использовать. А потом был у них общественный договор, что отравлять и использовать их нельзя. Они не использовали. Везде у тебя есть некое правило закона от определенных. Это очень интересно. У тебя, получается, любая этическая система, она порождает закон как необходимое составляющее. Как формально. Как формально. Потому что, как есть еще этика неформальная, да, вот этика добра, которую я называю конкретная. Ну, не знаю. Которую ты и говорил, что не всякому можно бросать вынос. Я не знаю. Пока мы входим в содержательность конкретности. Я думаю, что любая этика получается вот из этого. То есть этика добра или чего-либо еще, она порождает некий закон. По-другому не бывает. Ну как, мы же говорили о совести. Бывает по-другому. Да. Вот у меня вопрос. Что такое этика? Это что, правила поведения в конечном итоге? Этика – это принцип, правила, там, не обязательно описанные, да, по которым человек поступает по отношению к другому человеку. Какие-то нормы, правила, какие-то западные этики. Да. Ну да, как-то об этом тоже самое Игорь говорит. Вот очень интересно, так называемое право собственности. Когда я говорю, это вещь моя, а у меня что, вообще говоря, происходит? Ну что происходит? Собственность – это твое неорганическое тело. Если органическое тело, то что такое свобода? Это сам принадлежность самому себе. То есть ты сам себе принадлежишь. Да. Ну, я-то хочу заметить, что это есть. А собственность – это продолжение того, что у тебя что-то неорганическое. Что конкретную собственность, ты всегда отличаешь от права собственности. У тебя есть некое представление о праве собственности. Как и право связанное с твоей личностью. Ты владеешь своим телом, но имеешь право на свое тело. И имеешь право свободно передвигаться и прочее. Это просто продолжение твоего тела. Не органическое тело. Интересно, что с самого начала я отличаю право от реального положения дела. То есть у нас всегда получается, как только возникает какое-то этическое взаимодействие, мы тут же имеем право как некое положенное изнутри отношение между собой. Давайте я немножко дальше перейдусь. Дальше, если мы двигаемся, то на самом деле все эти вещи, эти этики можно резюмировать в системе права. Потому что все, что здесь описано, регулируется так или иначе правой. Этика здесь вырождается в праве. И на самом деле и у Канта точно так же. У него получается так, что нравственность это равно правому. Потому что у него фактически в разведении свои личные максимумы во всеобщей взаимодействии есть не что иное, как просто соизмерение своих поступков с некой всеобщей взаимодействием. То есть это правовое поведение. В смысле идеального некого правового механизма. То есть вся формальная этика, на самом деле, есть не что иное, как право. И даже слово «этика» можно опустить. А как же тогда возникнет этика? У нас же есть интуитивное представление, что есть право, а есть нравственность. И что нравственность отличается от права. Откуда возьмется нравственность? Вот я несколько раз заходил на этот вопрос, когда говорил о том, что недостаточно только иметь формальное отношение когда-то взаимодействует свобода, ведь тут нет никакого содержания. Мы говорим просто о пространстве свободы. Любые действия, которые совершаются, любого содержания, они просто в формальном отношении либо находятся вот в этих трех возможностях. Но если у нас возникает содержание, то возникает проблема, что не всегда можно с точки зрения содержания рассматривать вот эти взаимоотношения как этические. Потому что бросать вызов, как бы будучи здоровым, бросать вызов коллеге, подраться на шпаку, если у человека не труд, это как бы уже, хотя с точки зрения вот этого, и формальной этики – это мы и имеем право. То есть с точки зрения права, если бы мы считали, что это справедливо, это вроде бы было справедливо, но с точки зрения конкретности обстоятельств, с точки зрения смысла того, о чем идет разговор-то, то это было бы ненравственно. И точно так же очень часто право и нравственность отличаются именно как форма и содержание. То есть с точки зрения формы многие поступки наши оказываются соответствуют закону. Допустим, не убивать человека. Я стою и рядом со мной убивают человека. Я могу защитить этого жертву только тем, что убью насильника, но я как бы придерживаюсь права, нельзя же никого убивать, правильно? Я не буду никого убивать и дождусь, когда убьют эту жертву. То есть с точки зрения закона, я вполне прав, я нахожусь в своем праве, полностью соблюдаю закон, но с точки зрения самой правды, содержательности, я вроде поступаю безнравственно. Особенно если речь идет о том, что убивает ребенка или какое-нибудь беззащитное существо и так далее. То есть нравственность всякий раз возникает только когда мы переходим к содержанию. Именно нравственность существует содержание. Именно поэтому кантовская этика остается в этой формальности. Она на самом деле достигает только права, а вот этика Гегеля, она перерастает. У Гегеля получается в силу того, что вот есть, как Илья говорил опять же, о том, что на самом деле наши действия критикуют сопротивление действительности. Если я буду нарушать правила дорожного движения, я просто попаду в аварию и может быть даже погибну. И глупо как бы мне на самом деле не соблюдать эти правила, потому что эти правила, в том числе и правила безопасности. То есть сама конкретная действительность заставляет меня соблюдать эти правила безотносительно того, что я хочу с собой рисковать. Между машинами летать по встречке, лететь по встрече, по встречной полосе и говорить, что вот я рискую с собой, и вы тоже рискуете. Как есть там клип от Крымберезда, где там девушка едет по встречке, руки с руля убрала и так далее. Типа вот она такая рисковала. И поэтому как бы действительно есть еще и критика содержания. У Гегеля получается так, что вот есть действительность, да, есть некоторого рода нравственная жизнь народа, да, и я должен, когда мои действия сталкиваются с этой действительностью, я вынужден буду изменить свое поведение, потому что меня это заставит как бы вот реальность, да. То есть так же, как моя субъективность ограничивается тем, что я встречаю сопротивление со стороны реальности, да, и понимаю на самом деле, что реальность не моя выдумка, не мой произвол, а есть нечто как бы, да, само по себе, да. Она сопротивляется моему произволу, моему хотению, моей воле, да. Она точно так же есть. Субъективизм именно так и критикуется. Объективность, она возникает как некое родное сопротивление, да, которым не оказывается. Точно так же и в этике сопротивление оказывается со стороны действительности. Я начинаю действовать, то есть и рискованно, и попадаю в ситуации, когда со стороны действительности оказывается некоторого рода критика и сопротивление. И поэтому, когда мы переходим к нравственности, то в нравственности мы должны уже рассматривать не только наши свободы, а мы должны рассматривать еще и содержание. Но вот, когда мы переходим к содержанию, тут возникают тоже интересные вопросы. Вот, например, с точки зрения содержательной этики, да, вот есть, допустим, этика христианства. И одно из таких, опять же, заповедей христианства – возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот в этом, как бы, максиме присутствует, опять же, симметрия. Вот, да, вот та самая симметрия. Но говорится о том, что надо возлюбить другого так же, как и себя. То есть симметрия во взаимоотношении. Я должен любить себя, я должен любить другого так же, как себя. Но, вот заметьте, на самом деле, в этой любви по отношению к другому присутствует определенного рода насилие, если мы будем додумывать его в смысле симметрии. Потому что, допустим, как я люблю себя. Это означает, что я к себе отношусь достаточно строго, да, я не позволяю себе, допустим, обжираться, я не позволяю себе, там, не знаю, какие-то невоздержанности, да, там. Я не позволяю, я с утра занимаюсь зарядкой, там, занимаюсь спортом, йогой, там, и прочими вещами, да, там, я, там, много что делаю. И моя любовь к другому, поскольку я так себя люблю, да, будет означать, что я, алё, а другой, допустим, лентяй, как Игорь, да. Это моя любовь к нему будет означать, что я буду его хватать, там, выводить на зарядку, я его буду заставлять, допустим, там, что-то делать. Да, а вывеси очень не буду. Я буду заставлять сбрасывать вес и проще дела. Да, вывеси очень сложно, потому что рейс, вес очень большая. И моя любовь получится, оказывается, будто это, на самом деле, насилие, да, и агрессия под нашими к Игорь. Понятное дело, что ими нельзя так понимать содержательную этику. Содержательная этика, которая будет так понимать любовь по отношению к другому, она останется вот такой же формальной, потому что она будет точно так же исходить из эгоизма того, как надо понимать свое взаимоотношение с другим. И поэтому правильное понимание состоит в том, что для того, чтобы, что первичным взаимоотношение с другим должно быть сам другое. То есть содержательность отношения к другому, она подразумевает, что я, скажем, не из своих и не из того, как я себя люблю, а из того, на самом деле, как другой себя любит, да. И должен, я должен, на самом деле, исходить из некого рода объективности, объективной полезности по отношению к тому, что полезно другому. То есть я не могу то считать, допустим, вот мне, например, полезно, там, не знаю, заниматься спортом очень интенсивно. Там, бегать, там, условно говоря, по 10 километров, там, прыгать с большой высоты и прочее. По-другому это может быть смертель. И поэтому, как бы, я должен, на самом деле, входить в конкретный собстоятель с того, что представляет собой другое, и только и действовать, исходя из того, что полезно другому. И поэтому моя любовь к другому, на самом деле, она другого характера, чем моя любовь ко мне. То есть нельзя говорить о том, что я должен любить другого так же, как себя. Я должен любить другого по-другому, потому что другой, он другой, и он требует другую любовь. И эта другая любовь, как бы, вот она, точно так же, как я говорил, как действительная, да, она заставляет меня отойти от моего эгоизма. Потому что если я буду любить другого так же, как себя, то я просто, как бы, буду удваивать себя. Я буду говорить, что другой должен стать таким же, как я. И если другой не такой же, как я, то, на самом деле, я буду наставить, чтобы он изменился. А вот это, как я говорил, наставление, это и есть насилие. А я должен всегда стремиться к тому, чтобы на самом деле другой остался другим. Но тем не менее я могу ему помочь, да, остаться самим собой. Причем я могу это сделать, как вот здесь. Я должен это сделать не так вот, как здесь, риском, да, а я это должен сделать каким-то образом в согласии этого другого. Вот тут есть проблема, потому что если я не получаю согласия другого, например, вот другой нуждается в помощи, но он не согласен, чтобы я ему помогал, он видит в этом унижение. И как тогда этически я могу по отношению к нему действовать? А просто никак. То есть на самом деле этика вот упирается в такие проблемы, да, на самом деле, что наша активность, она возможна в отношении другого, если только другой согласен принять эту активность. И, например, если какой-нибудь наркоман, допустим, он находится в последней стадии, да, умирает, ему никто не может помочь, но тем не менее он не допускает, чтобы ему помогли. Мы ничего не можем это сделать. Он имеет право на это, потому что вот его свобода, как бы, она существует, и мы не имеем права бросать ему вызов, даже стать таким, как я, потому что он выбрал свой выбор, да, и он хочет остаться тем, кем он есть, да, он хочет остаться наркоманом. И вот здесь тупик этический, да. Получается, что мы можем сострадать, но ничего делать не можем. Влад, а вопрос вот этим двум рисункам 2А и 2Б. А как мы перейдем из 2Б в 2А? Ну, понимаете, здесь проблема состоит в том, что здесь два оба согласились, как бы в неком союзе, да, вот в некого рода согласии объединились. Ну, это семья. Да, ну сначала, значит... А здесь, на самом деле, понимаете, как бы здесь союз и соединение, а здесь как бы каждый отталкивается у другого. Тут как бы как бы захват. Нет, а как мы дошли вот до жизни такой вот этой 2Б, вот когда вот эта область общая. Мы, значит, сначала... Один, посмотрите, вот как единый пирог, вот, допустим, вот как игра, понимаете, и давайте рисковать в какой-то игре. Сделаем общий банк, на самом деле, и кто больше выиграет, тот выиграет. То есть здесь как бы каждый идет на риск. Видите, здесь объединение по согласию, здесь борьба по согласию. Нет, ну, а... Здесь стоит, здесь борьба. А как мы? Сначала мы, значит, рисковали, наверное, вот с точки зрения вашей, ну, рассказа, и потом пришли к какому-то согласию. Вы это имеете в виду или по другому? Нет, вообще не обязательно. Почему? Понимаете, здесь вот так вот в системе риска. Я же говорю, что вот на бирже кто-то выиграл, кто-то проиграл. И получится, что в итоге здесь не симметрия, а здесь получится вот так. Понимаете, я больше выиграю, и все, а вы проиграли, и вы вот находитесь в таком состоянии. То есть всякий раз... Здесь мне... Когда мы вступаем по согласию в союз, допустим, как муж и жена, там, не знаю, как... Это два друга. У нас есть некоторой родной симметрии, да, и мы на самом деле позволяем себе взять только то, что позволил другой. Вот у нас есть какое-то общее поле, в котором мы позволяем друг другу зайти на нашу свободу, да? Ну, как это объясняется? Допустим, друг может приехать к вам домой, там, допустим, в любое время, там, может даже не звонить. То есть он может ограничить вашу свободу там. Пространство вашей свободы ограничено в том, что он как бы ваш друг, и он что может себе позволить, как друг. Любой посторонний человек этого сделать не может. Это будет уже покушение на вашу свободу. Это будет уже насилие. С моей точки зрения, как дойти до 2А для перекрещивания, то это сначала методом прощения. Это фактически просто круги элеры. Круги элеры могут не пересекаться. Могут пересекаться, как бы в некой статике замирать. А могут пересекаться, но на самом деле в борьбе. Это когда один хочет завладеть другим. Здесь надо еще понимать, почему придет завладение. Дело в том, что собственность – это продолжение нашей свободы. Потому что собственность – это неорганическое наше тело. Поэтому борьба, например, на бирже – это за… Что я рискую своей собственностью – это я рискую собой. Да, сейчас я еще раз говорю. Вот у нас, конкретно дальше к выводу-то. У нас, если действительно наша свобода отличает от себя форму общественного договора, то получается, что у нас есть некий общественный договор, который в этой ситуации и отличается. Это означает, что если наркоман не хочет лечиться, я взял и его специальным образом лечу. А имеешь право в это? Имею право. В случае, если нет? Нет. Абсолютно имею право получается. В любом случае. Игорь, а ты не представляешь, что наркоман может быть счастлив в том, что он наркоман? Он решил рискнуть собой. Сколько угодно. Тебе важно видеть. Он может рисковать собой сколько угодно. Но мы же отличаем… Если мы действительно отличаем себя от себя в форме общественного договора или в форме закона, то означает, что мы действуем на воздействие на других на основании уже закона. Еще раз. Давай-ка… Еще раз. Нет чистого отношения между мной и наркоманом. А есть… Ты вообще не при чем? С наркоманом. С наркоманом последовано законом. Вот вернемся к первой схеме. Видишь, в первой схеме? Наркоман внутри своей свободы, то есть человек внутри своей свободы имеет право с собой сделать что угодно. Вот захотел человек руку себе отпилить, он взял и отпилил. Ну вот не так. Как это не так? Ну вот не так. Ну вот это и странно. У тебя получается, что этики изначально нет. Почему? Есть этика. Формальная свобода. Вот есть моя свобода. Я владею своим телом. Я имею право с ней поступать, как захочу. И тем не менее… Один, например, по своему телу… Ну почему? Никак захочу, а в пределах общей принятых. Почему в пределах? Если я не нарушаю вашу свободу, так захочу. Мы можем что-либо еще, будем всячески препятствовать другому человеку в совершении всяких действий. Например, самоубийство. Будем препятствовать другому человеку в совершении самоубийства. Но это… Ты хочешь сказать, что это неправильно? Это неправильно. Почему? Нет. Это естественно. Это естественно, потому что ты боишься самоубийства и ты считаешь, что другой так же боится. Потому что у нас никогда нет взаимоотношения один на второго в качестве чистой формы. Всегда мы опоследуем наши отношения с другим в форме закона. Закона совести, закона справедливости. Иначе нету. Ты, Игорь, пытаешься все в одну кучу сбросить? Не пытаюсь. Я просто говорю, что мы опоследуем всегда наши отношения с другим человеком в форме законов справедливости. Это тотальтаризм, это когда не считается ни с какой свободой другого, а любой человек имеет право как бы заступить на свободу другого, считаешь, если он находится, как ты говоришь, в праве некого закона. Да, да, да. Ну а свобода тогда существует, это внутри закона. Просто есть разные понимания, что можно делать, что нельзя. Еще раз говорю, что человек имеет право делать все что угодно, если он не нарушает при этом свободу другого. Но вот это немножко не так. Как не так? Это и есть формальное право? И это не так, и не менее, закономы будут отлавливать. Принцип права состоит в том, что я имею право распоряжаться по крайней мере своим телом и своим имуществом, как продвижение нахожущее тело. Говоришь, по моим понятиям, что-то несуразное. Я так говорю, понятно, что твои понятия несуразны, но я так говорю, что даже эта ситуация показывает, что любое отношение одного человека к другим мы последуем чем-то в форме закона, в форме права, в форме закона, в форме справедливости, в закон о совести. Иначе нельзя. Да ладно, я говорю, в кучу в одну не надо сбросить. Закон существует только для того, чтобы дать свободу каждому отдельному человеку. Сам закон имеет, сама идея закона состоит в том, чтобы у нас была свобода. Смысл закона в этом состоит. Не была свобода, а регулировать наши взаимоотношения. Так регулировать наши взаимоотношения состоит в том, что у нас как бы наше пространство личное пересекается, сделать так, чтобы в этих пересечениях не возникало конфликтов. И была согласованность наших свобод. У тебя очень интересно получается, если на эту ситуацию посмотреть, если действительно мы опосредуем свое отношение с другими людьми законом совести, опосредуем, то тогда мы... Совесть не может быть законом. Говорят, ты все в одну кучу сбрасываешь, у тебя говоришь много слов, в одну кучу сбрасываешь. Совесть не может быть законом. По определению не может быть. Совесть это другое, это противоположно закону. Существенно противоположно. Закон это одно. Закон, на самом деле, всегда регулирует и разграничивает наши свободы. Он говорит, на самом деле, что мы находимся в симметричном отношении и должны как бы действовать согласно в этой симметрии. И не нарушать свободу друг друга. По закону совести воровать у другого человека нельзя. А чем тебе не нравится такой закон совести? Это не закон совести, это просто закон. А я думаю, что это закон совести. Для некоторых. Для некоторых, ну, действительно, просто закон. То есть, если ты умираешь, условно говоря, да, как бы, и находишься около ларька, и единственный способ, как бы, выжать тебе это, разбить стекло и взять оттуда что-нибудь и украсть, то ты не имеешь права украсть по закону совести. Но это глупость. По закону совести. Так это и есть глупость. И когда я его приступаю, я иду по первому. Нет, а на самом деле, как бы, ты можешь его приступить тем словом, что разбить стекло, спасти себя, потом прийти и сказать, извините, вот так была такая ситуация, все, объяснить, заключить. Да, я могу сказать, тем не менее, я иду против собственного закону совести. Нет. Не имеешь права... То есть, не имеешь права воровать, это и есть законничество. То есть, это та самая ситуация, что ты не имеешь права убить, когда защищаешь ребенка. Не имеешь права убить. Хотя, в других ситуациях, допустим, других возможностей нет, кроме как убить насильника. Но ты убить его права не имеешь, потому что по закону убивать нельзя. Это чистое законничество. Нет, не чистое законничество, закон совести это не то же самое. Нету закона совести. Совесть и закон перпендикулярны. Совесть это одно, потому что по совести можно нарушать закон. В некоторых ситуациях. Ты почему ситуацию усложняешь? Ты говоришь, что закон это просто как внешний данный какой-то там такой. Я говорю именно о законе совести. Нет, закон это некого рода принцип. Ты говоришь о словах. Нет, я не говорю о словах, я говорю о принципах. Некоторого рода принципа, который распространяется на всех. Я могу сказать по-другому. Не воровать, это принцип. Я опосредую свое отношение к другому человеку собственной совестью. Нормально так? Ну, нормально. Опосредую собственной совестью. Собственно, в этом и состоится этика. Этика состоит в том, что нравственность. Что ты относишься к ситуации содержательной. Не формально, как в праве, а содержательной. Вот эта самая совесть, которая просветует свое отношение к другому, она не только должна быть в себе, но она становится и для себя. Поэтому в идеале она должна получить форму закон. В идеале, возьмем две ситуации. Ты говоришь про наркомана. Ты считаешь, что ты имеешь право ограничить наркомана, связать его и спасти его от зависимости. Во определенном смысле, конечно. Но это ведь вырожденная ситуация наркомана. А теперь берем другую ситуацию. Другой какой-нибудь человек, он просто прыгает с парашюта. И это опасно, вообще-то говоря. Некоторые совестливые люди считают, что надо таких парашютистов схватывать, это вязать и не давать им прыгать с парашюта. Это же безумие. У некоторых же совесть. Я жду. У некоторых совесть такая есть. Я тебе уверяю, что парашютисты это сумасшедшие люди. Подожди. Не для того, чтобы выжить, чтобы иметь крышу головой, чтобы продолжать существование. Но лиц парашюта не надо. Поэтому это некоторого блажь. Это безумие. Это определенно уже сумасшедшие люди. Они просто рискуют собой непонятно зачем. Не говоря уже о тех, которые прыгают там, всяких вышек прыгают, или которые по поездам там прыгают и прочее, и прочее. То есть рискуют собой вообще там безалаберно и по сумасшедшему. И то есть про наркоманов тебе просто понятно, потому что это как бы ситуация такая там, да. А вот эта ситуация, это полусумасшедшие люди, что с ними делать. И так много можно придумать таких пограничных примеров, где на самом деле каждый раз будет возникать у нас такая вот, как ты говоришь, необходимость хватать и вязать. А я считаю, что они имеют право, если они считают, что это их право распоряжаться своим телом, не нарушая свободу другого, он прыгает с парашюта, не нарушает ничего свободы. Он летит, и даже если он разбивается, то он сам выбрал этот риск. Точно так же, как на бирже, человек взял, вложил все свои средства, продал квартиру, продал машину, продал последнюю одежду, стоит в трусах около монитора, понимаешь, последнего, так вот. И делает сделку, решил, пошел, он все, и проиграл. Он имеет это право. Ну, а по-твоему, надо таких вязать и психушку садить? Ну, это же неправильно. Влад, ну подождите, вы говорите вдвоем об одном и том же, вы сами говорили, что вот это и форма и содержание. Да, ну и что? Что все есть нравственность, есть закон, есть формальное право, есть нравственность, культура. Да, вот есть у нас такое обычай, да. Вы говорите о том. Я понял, Александр, давайте маленькое завершение сделаю, как бы сейчас. Давайте, да, закончим. Завершение будет состоять в том, что вся вот эта вот логика формального права, она была просто направлена на то, чтобы показать, что, если не говорим об этике, недостаточно как бы рассматривать только ее форму. На самом деле, в этике очень важно содержать. И то, что даже Игорь говорит про наркоманию, если следует с точки зрения формы, да, мы никак не можем ограничить наркомана и ограничить его свободу. Ну, если, и даже вот этого там, даже людей наказывают, когда принудительно отправляют лечиться от наркомании, если против его согласия. Да, если он не согласен лечиться, а его отправляют лечиться, то это, на самом деле, называется ограничение чужой свободы, как бы караться законом. Даже в юридическом, как бы, практике это присутствует. Так вот, недостаточно поэтому, на самом деле, для этики только вот такой формы, да, нашего взаимодействия. То, что с точки зрения формы, как бы, никаким образом мы не должны помогать ни наркоманам, там, ни другим людям, которые, там, себя калечат и вещат, там, да, там, почему-либо считают, что это правильно. Но, с точки зрения этики, да, когда мы входим в содержательность, на самом деле, ситуация меняется, и с точки зрения содержательности все может быть иначе, да, и именно поэтому существует не только одно право. Вот, казалось бы, право же можно, вот, урегулировать однажды и записать, да, и все, на все случаи жизни, как бы, выписать законы, но не удается этого. Поэтому еще существует этика, то есть, содержательная сторона, которая в своей содержательности, как бы, должна исходить из конкретности ситуации. И каждый раз обсуждать, вот, имею ли право данным конкретным наркоманам помочь, там, или не имею права, и так далее.